В пятницу в Москве чекисты задержали, а позже Мещанский суд столицы арестовал за взятку в крупном размере и отправил в бутырку на время следствия бывшего главного екатеринбургского полицейского генерал-майора Игоря Трифонова, который с 17 по 19 год руководил полицейским главком в Карачаево-Черкесии. Официальных комментариев по поводу ареста экс-начальника городского управления полиции Екатеринбурга пока не поступало, но информагентство со ссылкой на собственные неназванные источники в правоохранительных структурах утверждает, что показания на генерала дал арестованный в 18 году экс-начальник Екатеринбургского управления экономической безопасности и противодействия коррупции Эдуард Воронин, который в своих показаниях якобы утверждал, что он был посредником при передаче крупной взятки Трифонову от топ-менеджера одного из коммерческих банков Екатеринбурга, по одной версии зампреда, по другой же председателя правления финансово-кредитного учреждения. Взяткодатель тоже задержан. У банки проходят обыски, сообщил неназванный источник агентства УРА.РУ. Источник портала Е1 уточнил, что несколько дней назад был арестован бывший начальник отдела по преступлениям в сфере рейдерства, строительства и криминального банкротства городского управления МВД Владимир Нечаев. Он до ареста бегал от правосудия, и показания которого позволили задержать Трифонова. Интернет-издание знаком со ссылкой на свои неофициальные источники уточняет, что речь идет о событиях 2015 года, когда Трифонов был еще полковником полиции и возглавлял городское управление. По признанию Эдуарда Воронина, к нему обратился старший опер Денис Жданов, на которого вышел сотрудник службы безопасности Кумбанка, которого все называли Куба. Так вот, этот самый Куба предложил за крупную взятку организовать проверку и возбудить уголовное дело в отношении некой компании, которая взяла в банке очень крупный кредит, почти полмиллиарда рублей, под залог шестиэтажного здания бизнес-центра на улице машиностроителей. Воронин утверждал, что протокол собрания учредителей компании оказался подложным, а против компании в самом деле возбудили уголовку о мошенничестве. Через пару дней старший опер Жданов получил от Кубы деньги. В общей сложности около 7 миллионов, сообщил Воронин. Письмен на имя замгенпрокурора Гулягина и уточнил, что, далее цитата, эти средства он передал Трифонову. Вероятно, очень скоро мы узнаем подробности из официальных источников. Продолжение следует...